здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова ландшафтный дизайнер и растений вот сегодня представляю вашему вниманию сумах уксусный или уксусное дерево или сумах пушистый это все синонимы названия одного и того же растения замечательное дерево в молодом возрасте похоже на пальму очень многие садоводы ценят это растение за яркую осеннюю окраску его листьев когда начнется листопад и все деревья станут жухлыми желтыми блеклыми сумах простите сумах правильно говорить сумах кстати для тех кто будет интересоваться этим вопросом просто я так привыкла и иногда ошибаюсь он станет ярко красным огненно красным и очень многие люди любят это растение именно за его пылающую осеннюю окраску дело в том что сумах это крупный кустарник высотой около шести метров именно потому что он крупный часто мы выращиваем его как дерево то есть формируем один или несколько стволов оставляем крону и удаляем всю ненужную поросль которая периодически появляется снизу что я могу сказать об этом растении она очень неприхотлива и не требовательно в уходе у сумаха поверхностная корневая система корни очень длинные как веревки и тянутся буквально под поверхностью земли поэтому это растение я всегда рекомендую высаживать либо одно в газоне либо где-то на краю участка потому что если вам не нравится появляющаяся поросль вы можете просто ее скашивать когда вы косите свой газон газонокосилкой заодно удаляется и маленькая мягкая молодая поросль если же вам захочется выкопать это растение выкопать поросль которая пошла где-то в стороне от основного вашего дерева имейте ввиду что вместо одной появившейся веточки которую вы выкопали может сразу случиться 10 или 100 потому что если вы повредите корни этого растения оно начнет интенсивно размножаться поэтому если вы хотите оставить его деревом только пожалуйста под ним не копайте просто срезайте секатором срезайте на уровне земли или скашивайте газонокосилкой то что вы считаете ненужным хочу сказать про это растение в принципе это кустарник ядовитый то есть ветки и листья его ядовитые и после того как вы пообщаетесь с этим растением и поддержите его в руках его целесообразно помыть руки как минимум его близкие родственники которые растут в южных регионах еще более опасны для человека но именно это растение в наших краях в наших широтах но если его если листья его не кушать такой особой опасности не представляет более того вот эти это уже не цветы не соцветия это уже соплодия они употребляются в пищу когда сумах зацветает у него цветочки вот эти свечи абсолютно зеленого цвета когда созревают плоды свечи приобретают вот такой замечательный красный бордовый оттенок и вот эти созревшие плодики мы можем их снимать перемалывать на кофемолке и употреблять пищу единственное что перемалывать и желательно потому что все-таки они достаточно жесткие твердые и просто так их жевать ну наверное немножко неудобно это прекрасная восточная приправа к мясу и к блюдам где требуется кислый лимонный вкус почему собственно говоря и дерево называется уксусным дело в том что у этого растения существуют разные интересные формы одну из которых я вам тоже сейчас удовольствием покажу вот такой сумах надрезанно-листный или десекта обратите внимание что у него лист не похож на рябинку как у видового сумаха а каждый листочек рассечен и каждая даже пластиночка листовая еще один раз надрезана то есть он очень мелкий очень резной и смотрится совершенно необычайно кроме того его осенняя окраска листьев красно-оранжевая они алая как у основного вида что я хочу еще сказать про это растение вот это дерево которое практически выше меня ростом это молодой однолетний побег это растение которое выросло из корневой поросли в этом году дело в том что такие растения лучше всего покупать с закрытой корневой системой потому что материнское растение сидит у меня за спиной метрах в шести видите как далеко убежали его побеги впрочем я продаю растения и поэтому я поощряю такой рост и не скашиваю их даю им вырасти но способности его впечатляют и поэтому если вам не нужно чтобы это растение расползалась скашивайте так как я об этом уже сказала вот если сейчас выкопать из земли это дерево она с высокой вероятностью у вас не приживется потому что сейчас вот этот вот большой молодой побег полностью питается от материнского растения на у него нет еще своих собственных корней и для того чтобы его можно было пересадить к вам его нужно подготовить сначала перебить корень питающий его от материнского растения и дать возможность этому дереву нарастить и образовать свою собственную корневую систему а затем откопать посадить в горшок и дать ему возможность прижиться вот когда растение приживется в горшке тогда можно с уверенностью сказать что вы купите его посадить и она будет у вас расти поэтому увидев такое красивое растение и такое большое подумайте что может быть вам все-таки и целесообразнее приобрести маленькое молодое и в магазине или взять несколько растений из таких соображений что приживутся из них не все это нужно иметь ввиду само по себе растение конечно шикарно сейчас она все полностью снизу до верху покрыта листьями но на следующий год такого не будет вот вся эта ветка которая выросла в этом году она останется уже стволом начнет расти продолжение начнет расти в следующем году новая молодая макушка и на ней будут листья здесь на этом стволике новые листья уже не появятся за счет этого молодое растение очень напоминает пальму с большими широкими веерными листьями обратите внимание что она очень неприхотлива и она в принципе может расти в разных условиях но если вы привезли такой саженец с юга то на севере он может подмерзать поэтому лучше подбирайте саженец который выращен именно в ваших климатических условиях или в климатических условиях похожих на ваши по своей природе это растение растет в горах поэтому бедная почва его не страшит и лучше всего он будет себя чувствовать на вершине холма или на склоне там где вода присутствует но ее не слишком много надеюсь что это растение станет достойным украшением вашего сада благодарю за внимание до новых встреч